Владимир Довгань, тема выпуска шифропродаж, специально взяла интервью у этого позитивного человека. Досмотрите выпуск до конца, будет рассказано о том, как можно зарабатывать 200 тысяч долларов чистыми в день. Владимир Довгань is the interview for you with Russian entrepreneur, which had 200 000 dollars one day as his own profit. So you need to watch it. Владимир, привет, спасибо, что согласился встретиться. Привет, Катя, спасибо, что пригласила. Номер один специалист по продажам, рекомендую ребят всем. Мегачеловечий. Спасибо большое. Расскажи, пожалуйста, о своем опыте. Ты сделал большое количество компаний. Может быть, самое ключевое, что было, с чего ты начинал? Первый миллион долларов, полтора, я заработал на книгах. То есть у меня был первый вообще бизнес мой, это клуб восточных единоборств. И в то время я параллельно начал делать линию по производству чипсов для фермеров. Ну, я инженер-механик. Я считал, что все продавцы это вообще никто отстой, а вот машиностроители, как Форд, Генри. Сегодня я понимаю, что придумать это доллар, произвести 100 долларов, а продать тысяч. Но тогда я был в Маугли, просто мозгов не было. И я начал строить первую, ну, как инженер, для фермеров линию по автоматическому на 22 час по чипсам. Это в каком году? Я не помню. В 90-е, лихие 90-е. Сколько лет тебе было? Да лет 25, наверное, что такое. Ну, это какой-то молодой возраст. Город Тольятти. Бандиты называли тогда Тольятти передовая. Ну, чтобы было понятно нашим зрителям, в 1994 году в провинциальном городе Тольятти было около 300 заказных убийств. Ну, прочее, каждый день убивали. То есть такая передовая, прям норма вот такая. Ну, я думал, что и мы тоже не доживем, думаю. Но зато наши дети будут жить в какой-то другой стране прекрасной. И я очень фанатично начал делать эту линию. Видел эти фермерские чипсы вкусные, ароматные такие, да? Тогда бизнес-планов мы не знали, что такое вообще в принципе. В какой-то момент у меня кончились деньги. Я смотрю, у меня гора оборудования, денег нет. Ну, я такой, как барон Минхаузен, без выходных положений нет. Начал думать, думать, думаю, книжку надо напечатать. Собрал своих тренеров. За один день сделали книгу. Каждому дал задание поскольку-то главно писать. Нашел типографию. Мне напечатали 40 тысяч штучек этих книжек. Я такой счастливый посчитал, думаю, ага, книжка мне обошлась 40 копеек, продавать буду по 16 рублей. Маржа такая была, раньше было так можно. И такой счастливый взял книжки, ну там какую-то партию, развез по всяким ларькам, магазинам. За неделю 209 книжек продал. А у меня 40 тысяч напечатано было. Я нашел ход. Наложный платеж, по-моему, так называлось раньше. То есть человек тебе присылает деньги, ему отсылают книгу. И вот через эту рекламу и наложные платежи я стал продавать по 5-10 тысяч книжек в день. Начал печатать, печатать, так полтора миллиона долларов заработал. Где реклама-то была? Раньше такие газеты были. Тиражи, не падайте только. Я по памяти помню. Аргументы и факты. 41 миллион. Комсомольская правда. 28 миллионов. Тираж. Газета труд. 21 миллион тираж. То есть ты там дал рекламу? Да, и все. И так заработал полтора первых своих долларов миллионов. Потом я еще тогда болел машиностроением, но это такая глупость полная. Я даже не понимаю, как это вообще можно было все воплотить в жизнь. Я поясню, Катя. Для людей, кто далек от производства, я разрабатывал первые пекарни небольшие в стране сам. Вот чтобы пекарня состоится из чего? Печь, мукопросеиватель, тестомистильная машина и росточный шкаф. Вот чтобы печку одну только построить, я должен купить 165 комплектующих. Металл, лампочки. Все это покупаешь за свои деньги. Ты свозишь в одно место, производишь продукт и еще продаешь рекламу. Ну, это просто цикл 9 месяцев. Инфляция тогда была 200% в год. Жил на заводе, пахал с утра до ночи, но все-таки 2500 пекарен произвел, продал, рентабельность была 500%. Запустил пекарню. Думаю, надо что-то еще запускать. Смотрю на одной выставке, оказывается, есть пиццерии. Тогда их не было пиццерий, просто нужно понять в стране. Мне так понравилось, простая там печка. Все то, что мы делаем намного сложнее. Начал выпускать эти пиццерии. Их никто не покупает. Думает, так, надо научить людей пиццу печь. Нашел повара какого-то, притащил. Сделал центр по обучению, как пиццу печь. Начал продавать франшизу. Примерно это выглядело так. Вот рассказываю серьезно. Мне звонят кто-то, говорят, слушай, там пиццерия, да, но плохую пиццу делают. Мой менеджер едет, ну, чтобы, ну, как, это же франшиза. У нас же уровень нужно, да, держать. Приезжает, звонит оттуда. Шеф, что делать? Я говорю, что такое? Ну, здесь бандиты говорят, пусть крыша приезжает разбираться. Вот серьезно, да. Я как-то так посмотрел, думаю, так, чтобы поднять качество пиццы, моя крыша должна поехать к той крыше разобраться. Думаю, все, закрываем, просто продаем оборудование. Ну, просто продавали. Рентабельность тоже была великолепная, 750%. На оборудовании, просто на продаже. Ну, франчайзинг мы попробовали. Тогда классно было по рентабельности. Времена были вообще фантастичные. Ты просто берешь палку, втыкаешь ее в землю, и вырастает прямо уже мандариновое дерево. Скажи, вот до какого уровня тебе удалось дорасти, и почему у тебя это все закрылось? Я три раза разорялся. Ну, так вдрызг просто, падал на дно. Хочу пояснить, в каких условиях вообще мы жили тогда. Вот с утра ты просыпаешься, а тебе премьер-министр Павлов говорит, реформа, ребят, у тебя было 1000 рублей, а теперь динаминация, у тебя теперь 1 рубль. Это, конечно, катастрофа была. В очередной раз, когда я разорился, то есть убили машиностроение полностью, и я думал, чем заняться. И у меня логика очень простая. Я ищу проблему и решаю ее. Ну, как-то вот у меня так понятнее просто. Оказывается, в 1995 году от некачественной водки в стране умерло 43 тысячи человек, Катя. Лечу в самолете, считаю, заметочка маленькая. Ну, 43 тысячи человек умерли. И меня это потрясло. Я прилетаю в Тольятти, я с Москвы летел. У моего друга сын, 18 лет, умирает на день рождения, пьют эту паленую водку. Умирает мальчишка 18 лет, друг моего друга. И меня это потрясло. И я задал себе вопрос, как инженер. А можем ли мы как-то решить эту проблему? Я начал разрабатывать. Придумал там голограмму, там еще что-то. Ну, сделал такой комплекс мер безопасности. Не буду углубляться. Назвал компанию «Защищенные качества». И многие думают, что я продавал водку в Довгане. Просто моя рожа на этикетке, везде и так далее, и так далее. На самом деле я продавал безопасность. То есть я гарантировал человеку своей рожей на этикетке, что если он выпьет водку, не умрет. И не было ни одного случая, к счастью. Ну, и правда, это серьезная была работа проделана. Дальше все очень просто. У меня долг 500 тысяч после машиностроения долларов. Ну, я помню, потому что друг Виталий Вавилин, мой брат, должен ему. Что делать? Ну, мне запустить надо еще полмиллиона долларов. Короче говоря, надо скрыть денег. Делал первый, наверное, может быть, билборд. Тогда, да, их мало еще было. Мне на компьютере нарисовали мою бутылку, которой нету. Ну, идею мою. И я ставлю перед банком, которым я 500 тысяч должен. Прямо перед въездом. Я знал, что все правление, и мой друг Виталий Вавилин ездит по этой дороге. Жду две недели, ну, чтобы у них отложилось это в голове, что есть уже долго водка. Захожу, брат, то есть все, еще полмиллиона долларов, сейчас всех порву. Все, Виталий Вавилин вечно ему благодарен, мне дает эти еще полмиллиона долларов. И здесь я сталкиваюсь с другой проблемой. Это сентябрь. А с Нового года запрещают рекламировать водку по телевизору. Представляешь, у меня ни бутылки нет еще. Ну, это же надо бутылку купить, коробку сделать, там, этикетку. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. У меня полмиллиона долларов. Я взял его на производство, на бутылки, на этикеточки и так далее, да, как оборот. Но я понимаю, с 1 января рекламы не будет по телевизору. И как? Это огромная страна с билбордами. Как продвигать эту водку? Я принимаю нестандартное решение. Я бросаю все эти деньги в рекламу. Не имею вообще ни продукта, ничего. Заскочить хотя бы в последний поезд. Мне повезло. Владимир Якович Ворошилов, что где? Когда передача, поддержал, пили знатоки водку. Юрий Никулин, я так его, Юрий Владимирович, люблю. Белый попугай передача тогда была. Тогда мы везде залезли, короче. Такой раз, захожу. Что будем рекламировать? Он такой добрый человек, я так его люблю. Ну, ему налили прям сходу. Будем пить водку Давгань, чтобы не пить всякую дрянь. Лобысь. Ну, это такой вот так. Да, я делаю бренд. Заканчивается год. И мне предлагают с Кавказа люди разливать мой бренд. Эти вот Кавказские республики, где всякие-либо водки влюют. Без акцизов, без всего. И вот я должен миллион. То есть у меня полмиллиона осталось долларов с того еще бизнеса, машиностроительного. И здесь я полумиллиона занял. И мне дают 10 миллионов долларов. Володя, давай будем лить твою водку. Вот десятки тебе сразу дают. Мы начинаем. И процентик. Но я понимаю, что они убьют марку. Я понимаю, что я придаю идею вот саму качество. Деньги вот так нужны. Миллион долга? 10 дают тебе с кэшки сразу же. Ну, как соблазн. Я скреплю зубами. Нет. Еще полгода. Тогда курс доллара был меньше намного. Я себе сразу сказал. С простой бутылки водки я зарабатываю чисто прибыли доллар. С элитной премиум 3. И через полгода я начинаю зарабатывать тысяч по 200 долларов в день. То есть мы вытесняем всех в премиум. Дальше, дальше. А дальше все очень просто. Дальше. Здесь мои друзья меня не понимают. Я клянусь. Просто вот клянусь. Я ни разу не рекламировал водку. То есть я ни разу говорил. Ребята, пейте водку. Я всегда говорил. Это гомно алкоголь. Не пейте. Представляешь? Роженые этикетки. Водка везде продается. А я за здоровую жизнь топлю. И люди не могут понять простые вещи с точки зрения маркетинга. Что я не продавал водку. Я защищал здоровье. И компания у меня называлась Довгань. Защищенное качество. Дальше. Владимир Григорьевич Данов. Ученик Федора Углова. Я читаю книгу. Называется всем рекомендую. Правда и ложь. О разрешенных наркотиках. Федор Григорьевич Углов. Хирург, который 105 лет ушел из жизни. В 100 лет он делал операции. И когда я эту книгу прочитал. И понял, что водка-то убивает. Ну реально. Переосмысление. Я-то думал. Я какой хороший парень. Защищаю здоровье людей. А здесь я понимаю, что. Блин. Вообще грязь просто. И я принимаю решение выйти из этого бизнеса. Меня себя считают дураком. Сумасшедшим. Но. Катюш, я поясню. Сто раз в день не покушаешь. На ста машинах не поедешь. Сто костюмов не оденешь. Сто раз сексом заниматься не будешь. То есть есть вот какая-то определенная гонщина. Грязь и масло. Мне кажется, люди, которые удовлетворяют свои потребности, они потом начинают думать о глобальном, о миссии. Если миссия у тебя с бизнесом не сходится, то в принципе. Катюш, права ты абсолютно. И вот у меня такой получился конфликт. То есть я понимаю, что я номер один по водке. Да. Мы же в Германию зашли. Я пошел в Америку уже там. Я понял, что в принципе за год я рванул с нуля, а водки ничего не знал и стал номер один. Отравлять людей, войти в историю, как человек, который спаивает. И вот у меня здесь перелом такой, я выхожу из этого бизнеса. Более того, я не знал, чем заниматься буду. Продал долю или что? Бренд продал, все продал. Я понимаю, сейчас какой-нибудь молодой человек смотрит нас с тобой и говорит, что за мудак. Деньги зарабатывает, хорошая водка. Все тебя любят, все тебя узнают. Но это важно очень, что останется после нас. Задавай вопрос, а то я болтун тут еще. А дальше что было? Я всегда делал несколько бизнесов параллельно. Издательство, машиностроение, биохимия. Мы-то там кое-что делали. У меня как бы всегда 2-3 проекта было. Даже в интертейменте в Голливуде мы отметились с Петей Силкиным. Но если по-крупному так, я очень не люблю бюрократию. Я ее ненавижу просто. Неважно, это она в Кока-Коле, она в Несле или в государстве в любом. То есть природа бюрократов, она особая. То есть это люди, которые ничего не создают. Это люди, которым нужно подольше усидеть на своем месте и ни за что не отвечать. Ты, как консалдин прекрасный, понимаешь, как они любят совет директоров. Приняли решение, никто не отвечает. Прям хлеба не корви. И есть какая проблема? На листочке покажу нашим зрителям. Чтобы было нагляднее, потому что это очень важно. Смотри, когда ты строишь большую компанию, это подразумевает сразу рождение бюрократии. Да. Начальники и так далее, и так далее. До 41% подсчитали специалисты, тратятся на интриги, на всевозможную борьбу внутри компании. До 41% энергии, времени и сил. Кстати, Филипп Морис, классический пример. Приходят все вот туда англоговорящие, всех французов выбрасывают, все будут англоговорящие. Я поясню тебе логику. Назовем это большой босс, это средний босс назовем, а это маленький босс назовем. Давай представим себе любая структура, государственный, банк, корпорация. Вот большой босс сидит, и под ним рождается гений. Он видит, что человек талантливее, что он ярче, его конкурентоспособнее, работоспособнее. И он больше для организации принесет пользу. Что делать большой босс с этим человеком? Ну, мы не можем с тобой, Кать, представить, что этот человек приходит в офис. Говорит, слушайте, классный человек у меня работает, давайте его повысим. Да, не так. Возьми ключи от моего кабинета. Вот тебе мой кабинет, зарплатка в 5-10 раз, а я на метро поеду, брат. Ты же больше пользы принесешь для нашего банка, страны, корпорации и так далее. Ну, не бывает так. Будем откровенны. Что происходит? Он будет его душить, уничтожать. А если под ним родился босс? И та же история происходит по горизонтали. Получается, все хорошо, все делят... Вот я по этой причине ушла из Альфа-банка. Да и правильно. Давайте так скажем. Слово на русском языке работает раб все-таки, корень. Ну, рабство, раб. Ну, как и не крути. Можно завуалировать все, что угодно. Поэтому я ненавижу бюрократию. Для меня вызов очень важен. Я придумал маркетинговый ход бомбезный. Я его не довел. Но если бы довел, то бы все бы изменил. Рассказываю. На каждом паспорте качество в силу технологии безопасности была голограмма, которую нельзя подделать, и номер, уникальный номер. И я понял одно, что я могу использовать этот номер как маркетинговый ход, как разыгрывать автомобили. Я создаю Довгань-шоу раз в неделю до Игоря Якименко разыгрывать автомобили по этим паспортам. Ажиотаж поднялся нереальный. Но в планах у меня было каждый день разыгрывать автомобиль. И тогда, я серьезно тебе говорю, мне понадобились много продуктов. Тогда мы начали делать воду, шоколад с красным кембрем, с даурским. Короче говоря, за где-то неполный год мы охватили 116 предприятий, где-то больше 500 видов продукции. То есть это лотерейный билет, который стоит на полках магазина. Раз в неделю шоу идет, и в принципе, я уже договорился с ВАЗом, чтобы они тоже свои машины дали. Представляешь, раз в день в прямом эфире разыгрываем автомобиль на колено. Бомба просто. Это для нашей страны идеальный вариант. Бомба просто. Это был маркетинговый ход такой. И вот в какой-то момент уже у меня стало работать несколько тысяч человек. Я столкнулся вот с этой фигней, с бюрократией. Внутри себя. То есть у меня получилась уже трехуровневая система управления. Я даю команду, человек ее принимает, начальник управления, мега там направления. Дает маленькому начальнику. И когда я в дизу смотрю, все наоборот. Я был в панике, в шоке. То есть я ненавижу бюрократию, потому что природа ее, она деструктивная, она неэффективная, она какая-то мерзкая. Вот многие, кстати, советуют при масштабировании прям топ-менеджеров нанимать еще под ними, еще какие-то менеджеры. Ты вот как к этому относишься? Категорически против. Десяти подъемки. С какого момента можно управлять самому? Вот есть же история с бирюзовыми организациями. Есть же все же отпробировано, до нас все же Америка, Европа прошла. В принципе, человек, когда управляет чем-то, коллективно, неважно, 200 человек. 500 уже это запредельно. То есть КПД падает. И я знаю, что многие компании в Америке в той же, когда 200 нарастает, они плодят эти вот такие вот кусочки, группы. Осознав многое, поняв многое, поработав в разных странах, я начал искать способ, как избавиться от бюрократии. В то время для меня MLM бизнес, ну это было так, примерно. Раньше было там Гербалайф интимнее предлагать. Ну такие это объявления были в газетах. Имидж такой, да? И я относился так. Однажды Игорь Якименко мне рассказал, что у меня есть друг, Юрий, по-моему, Бирюков. Не помню компания. Короче говоря, они продают шерстяные вот эти вот сламы, пледы, там всякие кофточки. Ну такие эко-суперпродукции. Ксанти. И я просто делал так. Игорь Якименко очень порядочный человек. И тот парень тоже порядочный. В Голландии же, ну я думаю, не будет он вот обманывать людей, там разводить. И я поехал к нему узнать, а что такое MLM бизнес. Вот перешагнул психологический барьер, и я оттуда вышел другим человеком. Во-первых, увидел много людей. Там нет этих менеджеров, там нет этих начальников. Все работают. Я понял идею. Это идея Чингисхана. Треть, треть, треть. Весь мир завоеван за 17 лет. Какой продукт у вас был? Начал я с одного продукта. В чем сила MLM? Ты можешь начинать с небольшого количества продуктов, с одного продукта. Желательно, чтобы он был уникальный. Я как бы от производителя алкоголя качественно перешел к антиборцу с алкоголем. В то время был очень популярный, ну такой для нашего местного рынка, бальзам Битнер. Я решил сделать то же самое, только без алкоголя. Пришел в институт к нашим академикам. Говорю, ребят, вот смотрите, я знаю, что сахар это консервант, естественно. При определенном количестве не нужны туда всякие гадости доливать. Сделайте мне бальзам, чтобы было там 40 трав. И сахаром законсервируем, ну безалкогольный чтобы был. Владимира Довганя бальзам. Бедный академик, женщина пожилая смотрит, говорит, Владимир Ильич, в мире не знают, как три травы вместе работают. В принципе, во всей китайской медицине вот одна трава, понятно, две, ну три. Больше никто не мешает. Я говорю, мне для маркетинга чуть-чуть бросите понемножку, но сделайте важные травы, чтобы список был. Они сделали, получил супер бальзам. Я выхожу, думаю, буду строить МЛМ-компанию. Презентация первая. Собралось аж на 16 человек на мою презентацию. И я рассказывал часа два, какую мы построим, которую компанию. Результат ноль. Ни одного контракта, никто за мной не пошел. Я такой не сдаюсь, 75 человек. Ну что, силишь, собрать джек, надо сама знать. То же самое. Качаю, рассказываю. Результат ноль. Но знаешь, почему я не сдался? Как любит говорить Ворон Баффетт, мой любимый инвестор, финансист. Я очень люблю его. Как говорил Эйнштейн, сложный процент, восьмое чудо свет. 2, 4, 8. Ну, понимаешь, о чем речь, да? Я думаю, что очень много предпринимателей на старте малого бизнеса, среднего. Им это очень полезно понять и узнать. Почему? Потому что если он будет в месяц находить одного дистрибьютора, я как всегда говорю, сумасшедшего. Можно такого же, как ты, найти? Можно. А потом, да, еще за месяц одного найдем, то через год уже получается 4096 дистрибьюторов у тебя. А через два года космос. Вот если этот человек понимает, то что мозг мыслит линейно. Ты отпахал два месяца, оборот ноль. И мозг думает, нет, через месяц, два, три, это же то самое. Нет, это фигня, не бизнес. Дальше я создаю компанию Дельстар. 120 тысяч дистрибьюторов, 17 стран, 160 чем-то складиков маленьких, 750 продуктов, и каждые три недели мы печатаем 250 тысяч каталогов. Суперкомпания. Оборот. Ну, примерно. Примерно 150 миллионов долларов в год. Но это все за 2-3 года, нужно понимать. Практически с баночки бальзама. В чем сила МЛМ? Но что меня тяготило? Я понял, что с нашими БАДами, с косметикой мы мир не завоюем. Это раз. Второе. Не надо быть каким-то гением, чтобы посмотреть на капитализацию МЛМ-компаний и обнаружить, что самая дорогая компания в сегодня мире – там вы. В пике они стоили, я могу чуть-чуть ошибиться, 11,5 миллиардов долларов. Сейчас у них, по-моему, 9,6 миллиардов долларов. За 60-70 лет капитализация компании до 10 миллиардов долларов, а мы видим Google, Apple, Amazon, а у Безоса уже в кармане 160 миллиардов долларов. Самый богатый человек. И понятно, что это пик. Ты АМВИ не обгонишь, как ни крути. А тем более мы же тоже нидиоты. Мы понимаем с тобой, что примерно как мы смотрим с тобой на таджикскую косметику, так же французы, американцы, немцы смотрят на русскую косметику и БАДы. И вот здесь ты ничего не сделаешь. У нас жизнь коротка, чтобы имидж страны-то исправлять, правда же? И вот это меня тяготило. Я даже один раз такой тренинг сделал тебе, расскажу. Я всегда говорил честным людям. Ребята, ну нет проблем с шампунем. С витаминами нет в стране проблем. С остиральным порошком есть проблемы? Нет проблем. Что мы продаем? Мы продаем знания, мы обучаем людей. И вот чтобы показать вот это все как метафору такую. У меня есть хороший друг мой, Андрей Каркунов. Он конфеты Каркунов знаешь. А у его супруги, Наташи Каркуновой, был магазин. Я говорю, Наташа, мне нужно какое-то ювелирное украшение. Настоящее. Что у тебя есть? Она говорит, ну вот кольцо есть за 100 тысяч долларов. С бриллиантом. Я говорю, Наташка, все, дай мне надень его. Договорились. А кто-то из наших ребят едет в цирк на Цветном бульваре. Договариваемся, в аренду берем верблюда. Одно горбый. Один горб красивый. Калмыцкий, пушистый. Это какой-то прям красавец просто. И вот я, чтобы показать нашим ребятам, показываю, что такое наш бизнес. Выводим на сцену верблюда. Все смотрят, ну как, верблюд. Уже интересно, правда? У меня в руках коробочка. Я как-то что-то, когда говорю, ребята, вот в коробочке что-то лежит. Верблюд стоит 500 долларов. Ну, мне сказали, что. Как вы думаете, что-то дороже, коробочка или верблюд? Коробочка, верблюд, коробочка. Я открываю коробочку, говорю, вот кольцо за 100 тысяч долларов. То есть вот это кольцо стоит 20 верблюдов. Я говорю, так вот смотрите, верблюд это наша косметика, бады. А кольцо это обучение знания, то, что мы даем человеку. И вот это меня тяготило очень сильно, потому что мир хочется завоевать. И Дельстар компания, эта любовь колоссальная, и повезло. Просто получилось так, что сейчас номер один компания из МЛМ, это Фиберлик. Алексей Ильичаев совершенно гениальнейший человеческий, и вот самое главное, порядочный. Ты имеешь в виду в России? Да, в России, конечно. Ну так Амвей, по капитализации. А в России номер один, это 100% Фиберлик. И у него было лучшее производство косметики здесь, в России. А мы опять все делали на аутсорсе. Они прибыль получат, мы прибыль получим, выживаем, да. И дистрибьюторам досталась косметика дорогая. И качество я не мог контролировать. И когда появилась идея слиться двум компаниям, потом трех, Леша начал поглощение колоссальное. Я сначала говорю, нет. Потом подумал, думаю, какое счастье. Так, у нас 750 видов продукции. У Леши тысячи. Сразу как ассортимент. Это же как гипермаркет Ларек. И с радостью мы слились. И вот с тех пор я и Петр Силкин готовили дело жизни. Вышел из МЛМ в эту историю? Нет, я вышел из баночек. Я вышел не из МЛМ. Потому что если человек один раз построил в МЛМ компанию, качка никогда не выйдет. Более сильного способа, метода продаж ЧМЛМ не существует. Поясню почему. Когда-то я себе задал вопрос. Как смог неграмотный, не знающий письменности Чингисхан завоевать весь мир? Давай сравним с тобой. Империя Чингисхана больше, чем империя Александра Македонского. Но у Македонского, извините, Аристотель учитель. Папа Филипп ему оставил армию. И Греция, научно-технический центр культуры не того времени. Он создал империю меньше. И как его не стало, Александра Македонского, она сразу распалась. Чингисхан создал больше империю по размеру. Ну, 38 миллионов квадратных километров. Она еще ассимилировала, там, просто они, чингизида, стали казахами, стали китайцами и так далее. 300 лет. Как? Чингисхан неграмотный. Степные ребята тоже, все эмиркиты, монголы, уйгуры неграмотные. Он их объединяет. А уже Китай есть. Уже китайская стена. Уже китайский император, у него армия полмиллиона. У них порох, там, бумага. У Харизмского шаха 350 тысяч армия. Как? Вот как? Как? Рассказываю. Треть солдат возьми себе, треть возьми отдай пауководцу и треть Чингисхана. То есть впервые в истории нашелся гений, который сделал с их партнерами. Итак, смотри. У меня всегда были амбиции создать компанию номер один в мире. Я себе задал вопрос, как мы можем покорить весь мир. Ну, не мечом огнем, а добрым делом и знанием. И, конечно, только система Чингисхана. Только партнерка. МЛМ. В лучшем виде. Ну, какой продукт? Все равно у тебя там и была, по сути, такая же система. Есть такая проблема сегодня. Миллиарды людей, взрослых, живут с дефицитом энергии. Они просыпаются с утра опустошенные, уставшие, невосстановившиеся. И я эту проблему блестяще решил, создал продукт, который и в онлайне форме есть, и в оффлайне. Называется он Суперджамп. У меня на майке Суперджамп. Мы с Петром Силкиным три года назад создали профессию, запатентовали ее, которой не было. Называется она «Интерлект-тренер». Как можно создать дублицируемый продукт в области зарядки аккумуляторов и развития мозгов человека. Ну, дивергентного мышления, гениальность. На это ушло у нас в последние годы. Сегодня продукт фантастический, просто фантастический. И он дублицируется. Вот сейчас мы только стартуем, только сейчас мы начинаем его масштабировать. То есть это как тренинг, обучение? Я скажу тебе свой опыт и отношение к тренингам. Я к ним хорошо отношусь. Очень давным-давно, я думаю, что ты только, может быть, появилась на свете, это лет 17 назад было, Алексей Неновский притащил меня к Тони Робинсону на тренинг. Совок, серость, какие тренинги, какие мотиваторы. Ну, так постсоветские, знаешь, вот такая серенькая-серенькая жизнь. И вдруг я оказываюсь на каком-то теорическом празднике. 10 тысяч человек, таких же, как и я, заплатили по полторы тысячи долларов. Умножаем, сколько получается, 15 миллионов долларов за три дня. Тони Робинсон же такой харизмат, высокий, два метра такой, да, индейец. Вау, орет, страсть, все такое. Мне очень понравился он. Я сразу понял, что он продает энергию. Праздник продает энергию. Все остальное, это все в книжках написано-то еще раз. Но я же предприниматель, я же, мы считаем постоянно. Мы в ресторане сидим, сколько столиков уже не хочешь. Гости, сколько номеров, среди чек уже. Ну, какой взгляд сумасшедший уже, ненормальных людей. Я понял простую вещь, что мне нравится этот парень. Вообще-то здорово, праздник, по углям походили там и так далее, и так далее. Но бизнес гамно. Поясню почему. А потому что я понял, что он зарабатывает только тогда, когда прыгает по сцене. Мне это уже не нравится. Мне не нравится то, что это недублицируемая история. Представляешь, когда 20 лет по сцене прыгаешь? Ну, тошнит уже, поверь мне. Я тренинг напроводил. Через мои вот такие на земле прошло по 400 тысяч. Мне бизнес не понравился. А мне какой бизнес нравится? Ну, допустим, Старбакс, Гарвард Шульц. Одна кафешка, вторая кафешка кофе, третий. Сегодня сколько Старбакс стоит? 86 миллиардов долларов. Два Газпрому, понимаешь? И Гарвард Шульц давно уже не рулит, и по сцене не прыгает, и давно мультимиллиардер. Вот такой бизнес мне больше нравится. Итак, смотри, что создал я и моя команда, прежде всего, Петр Силкин. Впервые за всю историю человечества мы создали взрослую педагогику. То есть до нас гениальнейшие люди, такие как Постолоцци, Монтессори, Янаш Корчик, Сухомлинский, Ушинский, Шалава Александровича, Аманашвили, они отдали свой гений детям. А сегодня я увидел новую возможность. Миллиарды взрослых людей брошены. Ну, реально просто. Не все могут консультироваться у тебя или там пойти обучаться за большие деньги. Я просто несколько цифр назову. Каждый пятый житель цивилизованных стран болеет психическими заболеваниями. Нервозы, психозы, депрессия, субдепрессия, раз. Второе. 76% взрослых людей потеряли точки опоры смысла. Третье. По данным ООН, 70% взрослого населения планеты хронически отстают от перемен. То есть вот взрослые люди оказались брошены. И вот это новая индустрия. Я ее оцениваю в 3 триллиона долларов. Что для нее нужно? Новая профессия. Вот интеллект-тренер. Это тот же Старбакс. Дальше мы разработали уникальную технологию, которая похожа на что? На карате. Почему на карате? Поясню. Люди карате занимаются всю жизнь. Карате до. Как расшифровывается иероглиф до? Это путь. Это школа в длиной жизнь. Вот то же самое мы сделали карате до, но только интеллектуально, эмоционально. Если ты не будешь сегодня учиться, развиваться, то ты просто будешь неконкурентоспособен. Миллиарды взрослых людей. У них есть деньги. Абонементская плата. К нам приходит суперджамп. Навсегда. Не все остаются, будем откровенны. Пришли 10 человек. Но остались 7. Навсегда. Я гарантирую тебе 8 дней онлайн по часу. И ты скажешь мне, Володя, Владимир, это что-то невероятное. У меня энергии стало реально на 50% больше. Ты же мобильный телефон заряжаешь каждый день. И человеку нужно заряжать в современном мире каждый день. Люди приходят к нам, позаряжали аккумулятор кайфу и думают, да и что я буду ходить, время тратить. Уходят, проходят месяц-два, приходят, говорят, не, ребят, с вами интересней. А сколько стоит там у вас? В каждой стране по-своему. В Украине это 30 долларов. В Москве это 100 долларов в месяц. Ну, а бы немецкая плата. Где-нибудь в каком-нибудь бишкеке, может, 10 долларов. Вот представь, индустрия тренера карате, сенсей и симпа их назовем. Представь, что каждый наш тренер, это как карате, ну, интеллект-тренер у нас, он сам строит свой бизнес, исходя из реалии рынка. Дальше. Дальше, если я тебя обучил и передал тебе профессию, и передал тебе франшизу, то мы с тобой подписываем партнерское соглашение, что я небольшой процент пожизненно имею с тебя. Справедливо? Более чем. Ну, вот в рамках франшизы и так далее. А как вы защищаете, что они не пойдут и сами не начнут бизнес? Это ради бога. Я тебе более того скажу, что моя цель и цель педросилки нашей команды – выйти на пиво. Все то же самое, как со Старбаксом. Давайте тебе честно скажем, что-то есть, кофе какой-то, который не может повторить другой человек, бариста какой-нибудь. Ну, нет. Возьмем с собой бариста, сварит он тебе и капучино, и эспрессо, и будет не хуже Старбакс. Но, вот это вывеска Старбаксу, да, это 86 миллиардов долларов на 23 тысячи кафе. Делим, что получается. Каждое кафе сгенерировало в акциях 3 миллиона долларов. Теперь, давай представим, вот кафе, неважно, на Манхэттене, в Москве здесь. Вот человек открыл кафе, его продает. Что будет покупать у него покупать? Если это не Старбакс. Прибыль будет покупать, есть или нет? Ну, как, машины, все кофейные одинаковые, обжарку тебе любую сделают. То есть, он место возьмет, скорее всего. Почему? Потому что с остальным продать, поверьте, невозможно, в принципе. А если Старбакс, другое дело. То есть, я говорю всем, смотрите, ребята, мы выпустим акции, и все, кто интеллект-тренер, бесплатно получат свою долю, в зависимости от того, сколько вы воспитали интеллект-тренеров, ну, во всех поколениях. А вот если я возьму франшизу, а у меня упражнения скопируют. Вот капучино скопировали, Старбакс, ну, скорее копируют. То есть, по сути говоря, смотри, мы не можем выпустить акции на Тони Робинсона. Мы не можем с тобой выпустить акции, продать хорошо на одно кафе. А вот сеть Старбакс, 86 миллиардов, два Газпрома. Наша профессия интеллект-тренер, это франшиза с элементами, мол, педагогической цепочки. Ну, от человека человека передается, вот и все. Это большие деньги, плюс мерчендайзинг будет, конечно, обязательно. Так что, в принципе, это новая индустрия. Более того, я тебе скажу, я лентяй, я не люблю конкуренцию. Все деньги приличные, которые я когда-либо зарабатывал, делают то, что другие не делают. И поэтому я создал новую индустрию. То есть, делаем свою индустрию, своя профессия, своя методология. И все, и пускай все ей пользуются. Расскажи, пожалуйста, как запаковывать бизнес и как масштабироваться. Смотри, ну, давайте с масштабирования начнем. Я считаю, что это ключевой фактор при запуске бизнеса. Почему? Потому что, если бизнес, ну, допустим, человек открыл юридическую компанию. Вот пока он умный, талантливый, сам ведет клиентов, но потом начинается масштабирование. И уже кривые приходят, да, вот эти вот юристы. Уже жалуются клиенты. То есть, это немасштабируемая история. Вязкая такая. Чем проще бизнес, тем он лучше масштабируется. Плюс бизнес не должен быть завязан на исключительное качество человека, который лидер. Но не можем мы с тобой скопировать Аркадия Новикова. Не можем мы Тони Робинсона скопировать. Это невозможно. А Макдональдс можно. Ну, или Старбакс. То есть, простота максимальная. Чем проще, тем лучше. Я приведу к тебе историю, которая меня вдохновляет. В области развития человека. Парень в Китае взял. Что такое Китай? В области всяких цигунов. Тайзи Цюань, там, или Кюань, Конфушу. Это какая-то вселенная просто. Парень молодой, умный взял, выбрал 8 упражнений. По всему Китаю проехал. Объединил, назвал их фольгу. И результат. За три года 100 миллионов учеников. Когда я разговаривал с шаринским монахом, ну, с моим другом, он в 28-м поколении шаринский монах. Говорю, брат, как вы дышите? Про дыхание расскажи мне. Ну, вот тонкости дыхания. Он на меня смотрит, говорит, не могу. Я говорю, что тебе жалко? Начи, есть переводчик. Колись. Он говорит, я не знаю, я 17 лет его изучал. Понимаешь? А здесь 8 упражнений. Чем проще, тем лучше. Вот и все. Простота раз, дальше упаковка. И здесь нужно делать то, что никто не делал. Сделать так, чтобы с виду это казалось безумным. То есть вот самый главный совет не копировать, просто идти своим путем. Придумать то, чего не было. Если что-то есть на рынке в упаковке уже, да, вот отложи в сторону. Оригинал стоит бешеных денег. Ну, какой-нибудь Ван Гог, монета. А копия стоит 100 долларов. Приведи примеры вот на российских бизнесменах, кому с твоей точки зрения удалось вот пойти неким своим путем. Я просто честно, Катя, без лукавства, я не смотрю за нашим рынком. Мне интересна Америка, Европа, Япония. Ну, вот в Америке. Смотри, Стив Джобс когда-то сказал, за одну встречу с Сократом я бы отдал все свои патенты, все свои изобретения. У них более 500. А, кстати, Ворон Баффи сказал, когда у него спросили, а кто ваш главный учитель? Он назвал Эзопа. Почему нужно делать то, что никто не делал? Вот прям вызов должен быть. Вот смотри, Стив Джобс выходит с айфоном, звезда мега-класса мирового, ну сам Стив Джобс. И как воспринимают маркетологи, специалисты первой айфона? У меня есть интервью, я прям где-то у меня валяется, оно прям вырезали мне специально. Стив Балмер, Microsoft, который SEO был тогда. У него берут интервью, спрашивают, а вот знаете, Стив Джобс-то айфон предложил. Он просто ржет. 500 долларов, телефон, то есть вот понимаешь, да? То есть я по природе спортсмен. Ну, в сборной стране по гребле был юношеской и так далее. Я считаю, что мы должны все равно бросать вызов лучше. Amazon, Apple, Microsoft, они там наздря в наздрю рубятся до триллиона и ниже. И у меня всю жизнь была стратегия, я последние годы посетил этому, чтобы бросить им вызов, обогнать их, да, вот сделать нечто большое. Как ты себя мотивируешь? То есть вот у многих такой вопрос, грубо говоря, вот если уже решены какие-то базовые потребности, что делать, чтобы так же, как и ты, энергично, вот тебе сколько лет получать? Мне 54. Вот, 54. Я только нашел себя, Катичка, я только себя нашел. Я тебе расскажу об одном из упражнений, которые меня мотивируют и которые не хватает всем людям. Подход. Этот подход называется сверхцель, сверхидея. Это разработал наш великий Станиславский, сформулировал. И он был промышленником, одним из ведущих в России. За два года до революции этой страшной он получил золотую медаль на Парижской промышленной выставке за свои изобретения. Ну, гений просто. Что он открыл? Дословно цитирую. Человек, который потерял связь с бесконечным, закончился как человек. То есть трагедия, которую мы сегодня наблюдаем, ну, каждый пятый депрессией болеет. Опустошенный. Понимаешь, я был когда-то такой коуч. Ребята, создайте альбом мечты, плакат мечты. Вырежьте домик, приклейте машинку, пальмы, повесьте и смотрите. Визуализируйте. А в этом трагедия все. Дело в том, что мы человека с огромным потенциалом. Мы ставим ниже квартиры, деньги, богатство. Это очень хорошо. Богатство – это свобода, как Джефферсон говорил. Но это не может быть смыслом жизни. Быть богатым – это как бы дышать, да? Но дышать же не может быть смыслом жизни. То есть, да, вот тогда человек вообще пропадает. И вот это трагедия. Купи больше товаров, накопи больше денег, больше машин и так далее, и так далее. День 40. Я это называю жизнью много П. Проснулся, пописывал, помылся, позавтракал, поехал на работу, поработал, пообедал снова, поработал, поспал, поделал с детьми уроки, переспал и помер. Ну, правда, правда. Теперь рассказываю, как эта проблема решается. Я ее решил, как Станиславский решал. У человека должна быть сверхцель. Во-первых, она нужна ему даже для того, чтобы победить своих конкурентов. Вот если мы с тобой поднимемся на высоту самолета какого-то маленького и посмотрим на людей, они будут как точки. Правда же? У всех таких людей вектор один. Мотивация, энергия. Дом, машина, деньги. Путешествия там, что-то еще. Они одинаковые. Это разумно. То есть, если ты человек не больной, не шизофреник, быть богатым – это хорошо. Но это же мотивация у всех. А как мы их обгоним? Вот здесь нужна сверхцель. Сверцель, допустим, я для себя выработал ее, ну, чтобы нейтральная такая была. Это через свое развитие остановить уничтожение природы. Поясню. Дело в том, что, я не знаю, попадались эти доклады, но, в принципе, дело вообще хреново. Я как бы оптимист и в страшилки не верю, но месяц-два назад ведущие ученые планеты написали 700 страниц доклад, построили математические модели. Короче, кирдык через 15 лет. Помнишь, часы судного дня? Пять минут до конца. Так вот, шутки шутками, но их перевели в этом году на две минуты. Правда жизни заключается в том, что в чем решение проблемы? Почему мы убиваем свой дом? По сути говоря, мы безумцы. Не ведаем, что творим. И, как говорил великий Сократ, в мире есть только одно зло – это невежество. И в мире есть только одно благо – знание. Еще Сократ говорил, знание и добро есть одно и то же. Не путаем знания с физикой, с химитом, да? Знание в области развития человека – это не информация. Это энергия, это упражнение, это обязательно педагогическая цепочка. То есть, вот смотри, чтобы быть замотивированным, нужна сверхцель, правильно? Некая. То есть человек себе должен сформулировать, зачем он живет, в чем его миссия. Да, сверхмиссия. То, что выходит за пределы его кошелька, рубашечки, домик. Да, зачем он вообще, смысл его жизни какой-то. Точно, точно. Как говорил Сократ, познай себя, и ты познаешь вселенную Бога. То есть, вот сегодня трагедия людей, 87%, это посчитано все, они не понимают, зачем они что-то пребывают на этой земле. А как это понять? Очень просто. Есть несколько упражнений. Первое упражнение. Нужно нарисовать такой вектор времени посередине здесь и сейчас. Это прошлое, это будущее. И нужно поставить 7 самых важных дел, которые в прошлом прошли, и 7 самых важных дел, которые ты хочешь, чтобы они произошли. Это такой грубый вектор, хотя бы ты поймешь. Абстрагироваться от количества денег, от страны. Вот что ты в идеале хотел. Второй момент какой, очень точная методика. Представь, что ты с утра проснулся, и ты написал план на день. И вот как только чернилу высунули, или точку там последнюю поставил, ты узнаешь, что остался тебе один день жить. До 12, там, 00, как там, в сказке. Если ты не будешь менять свой план, то ты, значит, делаешь свое дело. Если ты будешь менять план, ну, все, значит, быстрее меняй, все ищи. То есть, в «Правда жизни» был такой Виктор Франкл, великий психолог и, в общем-то, человече, который научно доказал, что 95% наркоманами становятся только потому, что нет смысла жизни. То есть, смысл жизни сверхцель, а это сильнейшая мотивация. Я делаю через экологию сейчас, потому что я по всему миру строю, сейчас открываю суперджамп. И, ну, много же дерутся религии разные, там, государства. Вот когда экология – это хорошая такая сверхцель, которая объединяет людей, хорошая. И «Правда жизни» заключается в том, что каждому человеку, да, нужно обязательно потратить время, не важно сколько, но понять, что он делает на этой земле. Обрати внимание, Кать, ну, ты лучше меня здесь даже знаешь. Если мы посмотрим по популярным темам тренингов, да, например, они так будут звучать. Как сэкономить время? Как провести жесткие переговоры? Как там лидосы сделать? Как сделать рекламу? Как мне инстаграм там? Как, 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 как? А куда мы идем? Зачем? И вот когда человек начинает себе задавать вопросы, кто я такой? Куда иду и зачем? Вот здесь начинается репутация человека. А до этого пока, ну, просто вот такая форма какая-то, да, биологическая. Вот это важнейший педагический прием. Из восьми упражнений, ну, мы их называем интеллектуальные жемчужины, сверхцель есть только у нас. Расскажи про свое окружение. Ты много говорил, что ты с разными предпринимателями знаком. Сейчас есть, как бы, такой совет, что нужно окружать себя правильными людьми. Если ты с ними общаешься, у кого масштабные цели, кто, там, занимается какими-то вещами, да, то у тебя тоже уровень подрастает, и ты, как бы, ну, тоже какие-то моменты... Ты понимаешь, хороший совет. Окружение очень сильно влияет на нас. Это факт, абсолютно это доказано. Ну, у тебя просто, ну, очень хорошее. Ты так много говоришь о знакомых, причем у которых большой бизнес, они давно на рынке. Вот как вы все перезнакомились? Это время было, вы все дружили? Ты прям, что нет, нет. Нет, это же просто, ты когда делаешь дело, да, то ты делаешь дело. Кать, сколько вот у нас времени с тобой есть общаться в бизнесе просто так? Ну, мало. Давай будем откровенны. То есть сейчас такой водоворот, какая-то горная бурная река несет нас куда-то, да, и что вот раньше, допустим, ну, что на полдня соберемся, то есть мы дружим с теми, с кем делаем бизнес уже. Ну, так вот, у меня, во всяком случае, так складывается. Вот кто-то говорит, хорошо бы быть в окружении с Олегом Тиньковым. Ну, давай представим, гипотетически можем представить. Вот этот человек, сидит Олег Тиньков, здесь еще кто-то, Галицкий, Сергей. И что? Нужно понять простую вещь. То, что сделал Галицкий, Сережа, то, что сделал Олег Тиньков, это сделать уже невозможно. То есть у меня очень точно есть понимание. Вот я процитирую одну цитату, которую гениальная женщина, я так люблю ее. Анна Элеонора Рузвель. Точнее сказать невозможно про друзей и про окружение. Маленькие умы обсуждают других людей. Средние умы обсуждают события. Большие умы обсуждают идеи. События, ну, средние умы, сбылось. Ну, что толку? Ну, взорвалось что-то, там потерялось. Ну, это уже в прошлом, да? А большие люди обсуждают идеи. По сути говоря, когда мы общаемся, меня спрашивают, окружение как? Ну, ищите сумасшедшего. Ну, как Стив Джобс говорил, да, только сумасшедшие верят в то, что могут изменить мир. Они его меняют. Ищите тех каких-то вот нестандартных людей. Ищите амбициозных, больших. Вот я, кстати, делал очень частый эксперимент. Мысли материальные, Кать, да? Как бы мы сейчас уже все начитали «Силу Наполеона», «Секретик», фильм посмотрели там не раз. Вот сейчас любая аудитория, ну, где меня приглашают выступать в бизнес-аудитории. Я, ребята, поднимите руку, бизнесмены, предприниматели, да, да. Кто считает, что мысли материальные? Бум, ну, 99%. Хорошо, говорю, а кто из вас мечтает о миллиардах долларов? Я спрашиваю аудитории, ну, это обычно у нас там сотни людей. Ребята, почему не мечтаете о миллиардах? Ведь мысли материальные. Понимаю, говорю, есть, наверное, касса во вселенной. Чтобы мечтать о миллиардах, ты должен 100 тысяч долларов занести туда. А если нет 100 тысяч долларов, ну, вот сиди и мечтай о миллионах. Вы поймите, мысли материальные, да. Что же вы делаете? Блин, у вас одна жизнь, да, вы же не кощие бессмертные. Но мечтайте о большом. Мечтайте о миллиардах. Дело в том, что именно цель, масштаб цели определяет уже потом и друзей, и события. Вот, кстати, ты очень много общаешься с миллиардерами. Вот расскажи свое видение, чем они отличаются от миллионеров. Может, какие-то ты сходства видишь? Смотри, первое что. Илон Маск. Мы сейчас звезда номер один после Сифф Джобса. На вопрос, в чем секрет ваш? Говорит, работайте по 100 часов в неделю. Меня потрясло интервью жены Марка Цукенберга. Ее спрашивают, а когда Марк впадает в какую-то депрессию, там еще что-то, злится, нервный срыв, чем он занимается? Он говорит, он садится и начинает работать как сумасшедший. Один раз он доработался до того, что повредил себя, отсидел ведро. Врачу пришлось ехать. Понимаешь, работоспособность. То есть я глубоко убежден, если мы не говорим о наших миллиардерах, ну, которые там яхты, бриллианты и так далее. Это работоспособность. Это больше работать, это больше пробовать вариантов. Это раз, и мечта большая, это два. Ну, мечта это не деньги. Потому что логика же очень простая. Если бы миллиардеров мотивировали деньги, ну, Урен Баффи, это там Стив Джобс, ну, они стали богатыми, но не потратишь. Безос, 160 миллиардов, он же работает, да, но не деньги мотивирует. Это 100%. Большая мечта, прежде всего, и работоспособность. И мечта должна быть такая, чтобы было страшно. Чтобы она пугала, чтобы она была большая. Почему я про миллиарды топлю? Я сейчас, когда группы веду, даже вот по суперджампу, энергию заряжаю, знаешь, как группы называют? Мультимиллиардеры. Мысли материальные, да. Вот давайте попробуем мысли, давайте себе позволим мысли. Почему нет? Расскажи, пожалуйста, по поводу упаковки более подробно. Вот помимо того, что делать не то, что другие, что можно сделать, чтобы у тебя пошло? Первое, с чего все начинается, это идея. Я глубоко убежден, что идея должна штырить самого тот, кто продвигает. Я видел миллионы провалов, ну не миллионы, ну сотни, когда собираются маркетологи. Они такие все умные, что-то там пишут, говорят, но это все мертвые. И вот приходит, кстати, Кракунов конфеты. Кто бренд предложил сделать Кракунов? Я. Я, Андрей, об этом всегда рассказывает, да, молодец. Я зашел к нему. Я видел, как он бился с этими конфетами. Он же нанял технолога, который с ФРР работал 34 года, Марио. Представляешь, там, ну, один из лучших в мире по конфетам. Так вот, они фабрику запускают, им нужно, они всю ночь еще доделают рецепт. Андрею что-то не нравится, понимаешь, он так за качество бился. Я что-то, когда пришел к нему в офис, какая-то коробка там. Я говорю, Андрей, что это такое? Я говорю, назови Кракунов. Ну, потому что ты столько души вкладываешь. Я же вижу, Андрюш, насколько ты за качество радеешь. Почему у меня получилась водка, я смел всех конкурентов. Ну, представь, я никогда не занимался водкой. Я никогда даже не знал, как это делается. Но за год я стал номер один по премиуму. Почему? У меня была идея спасать жизни людей. Я искренне говорю. То есть, первое что, сила идей. Если ты пришел, делаешь там свой блог, раскручиваешь, или какой-то сервис, и говоришь, бабоса срубить хочу, деньжат срубить хочу, ну, все кисло, как у всех будет. Вот если душу вкладываешь, вот прям душу, прям полностью, все-таки как Андрейса с этими конфетами, как я с водкой. Ты знаешь, потребители это чувствуют. Вот это какая-то прям магия. Ты вот прям живешь этим, как это как бы заряжаешь. Давай посмотрим на великие бренды. Все-таки какое-то безумие. Поэтому здесь одно можем посоветовать с тобой, твоим зрителям. Вообще, ты молочи на то, что делаешь этот контент, и помогаешь людям реализовать их мечты. Ну, душу надо вкладывать, болеть надо, быть сумасшедшим. Я тебе рассказываю, поверь мне, провинциальный предприниматель Вовка Довгань. Ну, ты считаешь, это вот, ну, как бы, да? Сейчас уже ты, я понимаю многие вещи, тогда я не понимал. Первый человек, который мне сказал, говорит, слушай, ну, я хочу защитить качество и своим лицом. Гарантировать лично. То есть, это посыл такой был. Это не маркетинг выходит, это моя супруга. Она мне и меня, там, ректор института, профессор. Я говорю, Лид, я говорю, хочу вот так вот сделать. Но это тогда необычно было. Она говорит, Довгань, ты сейчас сошел с ума. Вот, Катя, я тебе клянусь. Ни один человек на земле не сказал мне, Вовка, хорошая идея. Ни один. Я прилетаю к своему другу Коля Русанову. По маркетингу они снимают рекламу для Кока-Колы. Топы такие, понимаешь? Я рассказываю, я хочу, ребят, сделать вот свое лицо, поместить и все такое. Знаешь, какой был ответ? Топ маркетологов. Володя, херовая идея. Говорит, почему? А в то время нужно понять, что новых русских не любили. Что люди, не разбирали-то, там, на Мерседесе предприниматель или бандит. И мне маркетолог логично объясняет. Володя говорит, ну, смотри, вот я, допустим, инженер, врач. Я заработал, я хочу водку купить на свой день рождения. Я прихожу в магазин, ну, там же много водки. И здесь рожа твоя нового русского богата. Да он плюнет в эту рожу. Логично, Катя? Логично. А я понимал прекрасно, что это надо защищать, вот именно вот как Смирнов, Кеглевич, когда-то Городчук. Это же все имена, Эйдманы. И я шел наперекор вообще всех. Вот когда мы говорим, как упаковать бренд, первый совет, не быть как сей, чтобы было безумно. Иначе, представляешь, ну, много же услуг, много брендов, да? Ну, вот один из. Ну, что здесь красненькая, квадратненькая, здесь кругленькая. Серость, тоска. Вот быть революционером. Вызов. Ну, не получится, ничего страшного. С голоду же не умрем. Всегда можно кусок хлеба купить, с водой поесть, прожить. А как вот подняться, если ты упал? Очень многие предприниматели, они сдаются, когда у них не получается в какой-то короткий срок достигнуть результата. То есть, вот они год работают, у них там, типа, прибыль 200 тысяч рублей, и вот они... Я тебе расскажу хохмаду, чтобы ты понимала. Ну, просто насколько это, да, вот все бывает вообще просто трагикомично, по-шекспировски. В то время, когда еще были телеканалы свободные в России, ТВ-6 кнопку возглавлял Александр Пономарев. Мы с ним договорились, Володь говорит, у вас передача будет? Что-то как бизнес с нуля начать. Приди. Я же знаю, производство, это студия, это деньги, это... Ну, то есть, когда производятся большие шоу, это, ну, дорого, ты представляешь сама. Я дал слово, и я разоряюсь. 98-й год. Я просыпаюсь, блин, нищий. Ни хреново. У меня минус 20 долг. Начальник безопасности, такой простой парень, мужик хороший такой, военный, говорит, Владимир, вы знаете, вас должны убить скоро, там все такое. Ну, то есть, такой трэш был. А я ответственный человек, и очень Александра Пономарева уважал и уважаю, ну, просто человечь. Я еду, у меня минус 20, да? Я еду на передачу. Мы сидим, студент, в студии. Как в анекдоте, встает мальчик такой, ну, какой-то первокурсник студент. Владимир Викторович, скажите, пожалуйста, а как бизнес начать с нуля? Клянусь, я сижу, бляха, муха, думаю, не твои проблемы. Как с минус 20, блин, начать, сижу так, ну, и все такое. Я всегда рассматриваю какую-то задачу мы выполняем, как тренажер, который меня делает лучше. Понимаешь? То есть, вопрос заключается в следующем. Ты делаешь это дело, чтобы стать лучше, как человек. Чтобы стать мудрее, сильнее, позитивнее. И когда это дело рушится, ты себе говоришь, ну, так больно, конечно, всегда это больно, всегда. Ну, не надо врать, да? Это очень больно, ребят, да? Но ты себе говоришь, тренажер, да, сломал крылья, да, упал ниже плинтус, отлежусь, поднимусь, но это школа. Как только мы ставим деньги, славу выше человека, но выше себя, то есть все, мы переставим быть людьми. Поэтому относиться к этому всему как к тренажеру. В принципе, вот хороший, могу дать совет, практический подход сам нашим дорогим зрителям. Забудьте слова такие, как проблема, невезуха, попадоз. Просто забудьте. Замените их на два слова. Тренажер или задача? То есть если это макроэкономика, ну, геополитика, ну, что от нас зависит, да, рухнуло. Мы говорим, тренажеры, тренажеры. Давайте посмотрим, два руководителя, два кабинета. Начинается совещание. Один говорит, ребята, у нас проблемы. А второй говорит, у нас есть задачи. А задачи какие-то? И в экономике, и в безопасности, и в финансах, и в мотивации, и в логике. Задачи. Вот убрать эти слова и совершенно сразу же 10-15% плюс над конкурентами. Спасибо тебе большое за интервью. Было очень интересно.